Братья и сестры, так написано в книге притч «Не учащай дом друга твоего, дабы тебе». И как там дальше? Кто помнит? Не наскучить. Вот я переживаю, чтобы мне не наскучить. Я утром проповедовал и в пятницу. Но сегодня у нас должны были быть гости из Белоруссии. Но вот так получилось, что они не смогли приехать. Ну и приходится вот выручать ситуацию, как бы. Но с другой стороны, я думаю, что Дух Святой знает, каким образом организовать собрание. И то, что мы планируем, иногда оно вне наших планов. А Дух Святой направляет нас в нужном русле или дает нам правильное направление. Я хочу продолжить утреннюю тему свою. Немножко вот именно в ключе уже применительно к конкретике нашей жизни. Как же все-таки нам достигать вот этих нужных, важных жизненных решений, как было в жизни Соломона. Ну, эпиграфом я прочитаю один текст из Нового Завета. Этот текст у нас был в братский час молитвы в субботу. Присутствовало аж три брата. Это Александр Александрович, Владимир Викторович и я был. И мы рассуждали над четвертой главой книги Якова, послания Якова. И вот здесь есть такая интересная мысль. Второй стих. Итак, братья и сестры, здесь вот есть несколько раз повторяющийся союз причины, который объясняет некие жизненные процессы. И написано так. Просите, нет, не имеете. Почему? Потому что не просите. И вот я думаю, когда мы анализируем нашу жизнь, мы можем заметить, что много в нашей жизни есть отсутствующих каких-то моментов. Вот нам бы очень хотелось, чтобы было так, а раз у нас не так. И вот мы открываем послание Якова, мы читаем, и здесь написано, не имеете. И стоит четкая причинно-следственная связь. Потому что не просите. Оказывается, в нашей жизни очень многое мы теряем или многого не имеем, потому что мы не просим этого у Бога. А потом мы говорим, Господи, ну как, я же просил. И дальше идет речь. Просите и не получаете. Такое бывает. И опять объяснение, опять причинный союз. Потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Сегодня мы говорили о мудрости. Я еще раз напомню вот это, скажем, определение этого понятия мудрости. Мудрость – способность человека мыслить и действовать в соответствии с высшими целями жизни, возвышаясь над ограниченностью частных и приходящих интересов. И вот посмотрите, как интересно сказано. «Просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений». Оказывается, когда в нашей жизни доминантой является вот наш жизненный интерес, наши вот вожделения, наши желания, наши, может быть, страсти, просто быть лучше кого-то, просто добиться каких-то вот таких коростных, эгоистичных целей, то Слово Божие говорит, Бог не может отвечать на такие молитвы, потому что они очень приземистые, они будут подогревать наши плотские настроения, а Бог всегда заботится о нашем спасении. Он всегда хочет, чтобы верующий человек достигал вот этих высших, возвышенных целей, высших целей жизни. И мы говорили сегодня с вами о том, что Иисус Христос является вот этой Божьей мудростью. И личность Иисуса Христа, когда мы читаем Евангелие, это как раз-таки самый лучший пример человека, который прожил жизнь, вот такую вот ленту жизни в 33 года, и вся его жизнь, земная жизнь, была посвящена высшим интересам, была посвящена интересам Бога Отца. И когда заканчивалась его жизнь, он сказал, отче, я исполнил дело, которое ты поручил мне, я сделал, исполнил дело, которое ты поручил мне, я открыл имя твое человеком. Он все делал так, как говорил Отец. Поэтому его жизнь, это и было отражение мудрости. И когда люди слушали Иисуса Христа, они говорили так, что никогда человек так не говорил. Когда подошли к Иисусу Христу, говорят, вот нужно подавать подать или нет. И мы думаем, вот как бы я ответил, как бы мы ответили. И люди знали, что ответа нету на этот вопрос. Потому что если ты ответишь так, ты будешь другом или врагом для народа. Если ответишь так, то ты будешь предателем или еще как-то. Не было ответа на вопрос, давать подать кесарю или нет. А Христос находит этот ответ. И почему этот ответ существует? Потому что Христос мыслит выше человеческого представления жизни. Вот в этом и есть суть. Суть мудрости Божьей. Я вернусь к истории Соломона. Почему я прочитал Иакова? Потому что тут сказано как раз таки о просьбе. И вот мудрость Соломона... Конечно, Соломон уже до этого был мудрым человеком. Его отец многому научил. Но Божья мудрость пришла в его жизнь именно в результате, как мы уже сегодня говорили, вот этой встречи с Богом в Гаваоне. Когда он обратился, точнее, Бог обратился к Соломону и сказал, в Гаваоне явился Господь Соломону во сне ночью. И сказал Бог, проси, что дать тебе. Братья и сестры, вот в качестве еще как такого вступления, вот в нашей жизни есть особые дни, особые случаи. Но в жизни Соломона это был единственный случай, когда Бог сказал ему, проси, что дать тебе. Вот я, знаете, у меня такое есть убеждение, что есть особые дни. Ну, например, день рождения, это как раз таки, мне кажется, тот день, когда можно сказать, Господи, но в этот день выразить Богу просьбу. Ну, или, например, в день покаяния, в день крещения, может быть, в день брака. А может быть, как мы сегодня слышали, проповедь о дерзновении. У кого-то есть дерзновение, и каждый день выражать Богу определенную просьбу, чтобы попросить у Бога то, что очень нужно. И вот такие вот дни бывают, когда Бог говорит, проси, что дать тебе. Вот что мы просим. И Соломон попросил у Бога мудрости. Я хочу вот в этой молитве показать на три таких основных принципа, которые выразили внутренний мир Соломона. Выразили, что его просьба, она была не просьбой вожделения, не просьбой эгоизма, не просьбой какого-то вот человеческой, ну, такое слово, меркантильности, или вот именно выгоды. А это была просьба, угодная Богу. Давайте посмотрим на эту молитву и три принципа. Первый принцип в этой молитве – это принцип, который я обозначил так, что эта молитва выражала богоцентричность в жизни Соломона. Третья книга Царств, третья глава, шестой, седьмой стих. Посмотрите, как сказано. «И сказал Соломон» – это был ответ на вопрос Бога, проси, что дать тебе. «И сказал Соломон, «Ты сделал рабу твоему, Давиду, отцу моему великую милость, и за то, что он ходил пред тобою в истине и в правде, и с искренним сердцем пред тобою, ты сохранил ему эту великую милость и даровал ему сына, который сидел бы на престоле его, как это и есть ныне. И ныне, Господи, Боже мой, ты поставил раба твоего царем вместо Давида, отца моего». «Но я утрак малый, не знаю ни моего выхода, ни входа». Ну, а можно эту молитву дальше читать, мы сейчас посмотрим дальше. Но вот первое, на что я обращаю внимание из этого текста – Соломон начинает эту молитву с обращения к Богу. Очень часто в нашей жизни в центре наших желаний есть мы. И мы говорим, «Хлеб наш насущий, не дай нам на сей день». Но забываем, что в этой молитве, вначале идет такое, какое слово? «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». И только потом идет речь о наших жизненных нуждах. Братья и сестры, вот эта же самая молитва, вот эта модель молитвы Христа, ее можно проследить в истинных или в правильных молитвах других мужей Божьих Библии, мужей веры. В каждой настоящей молитве в центре стоит Бог. И когда Иисус Христос молился в Гефсиманском саду, Он говорил, «Отче, да минует меня». Да, в этой молитве тоже был личный интерес, интерес Иисуса Христа. Ему, может быть, по-человечески не хотелось схватить в эту полосу страданий, агонии и смерти, но в этой молитве на первом месте был Отец Небесный. Он говорит, «Отче». Если проанализирую молитвы Иисуса Христа, то там вот эта мысль, «Отче, благодарю Тебя», или там «прославил Бога», «возблагодарил Бога», когда Бог в центре нашей жизни. И Солмон, посмотрите, несколько раз употребляет это местоимение в отношении к Богу. «Ты сделал рабу Твоему великую милость», за то, что он ходил пред Тобою, опять пред Тобою, «Ты сохранил ему жизнь». «Ныне, Господи, Боже мой, Ты поставил». Вот это частое употребление местоимения в отношении к Богу, оно показывает, что Бог был в центре жизни и молитвы Соломона. Братья и сестры, мне думается, я так понимаю, что если мы возьмем этот принцип в нашу жизнь, наша молитва никогда не станет Богу неугодной. То есть из послания, о котором мы прочитали, какая молитва Богу неугодна? Та, которая акцентирует внимание на моей человеческой нужде, та, которая акцентирует внимание на моей жизни, на моих задачах, на моих вожделениях и желаниях. И он говорит, вы не имеете, потому что просите не на добро, а чтобы удовлетворить ваше вожделение. В этой жизни, которая живет ради самого себя, нету Бога в центре. И вот в жизни Соломона Бог был в центре. Очень хотелось бы, чтобы вот эту мысль мы могли запомнить. Богоцентричная жизнь, когда Бог на самом первом месте. Вот написано, мы, кстати, в пятницу слушали проповедь, Господа Бога, светите в сердцах ваших. И в молитве «Отче наш» написано так, «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое». А что значит святить? Что значит святить имя Бога? И вот это имя или это слово «святить», оно значит, как бы вот «святить» или «святость» это отделять, ставить на особое место. Ну, как, например, хозяйка, или там, ну, возьмем хозяйку, у которой есть посуда, допустим, двух типов. Есть обыденная посуда, и есть посуда для особого случая. И вот посуда для особого случая, возможно, это дорогая посуда, она стоит отдельно, на особый какой-то случай. Вот она стоит отдельно. И если сказать словами Библии, святят эту посуду, то есть ее отделили для особого случая. Вот примерно эта же самая мысль, когда Бог, Он не превращается в обыденность твоей жизни, в какую-то такую посредственность, равную тебе самому. Бога святите, Бог выше нас, Бог больше нас, Бог важнее нас. Поэтому вот эта идея богоцентричности или святить имя Бога, она прослеживается и в молитве Соломона. Итак, если мы хотим иметь важное в жизни и нужное, правильно строить нашу жизнь, во-первых, поставим Бога в центр нашей жизни или примем такое решение, или будем понимать так Бога, который является основой нашей жизни. Второй принцип из этой молитвы, это мы обратим внимание на содержание этой молитвы. И содержание этой молитвы, оно не пустое. Посмотрите, как здесь сказано. Это «И сказал Соломон, ты сделал рабу твоему отцу моему великую милость и поставил сынок, который сидел бы на престоле, как это есть и ныне. И ныне, Господи, Боже мой, ты поставил раба твоего царем вместо Давида, отца моего. Но я отрак малый, не знаю ни входа, ни выхода». И дальше он говорит, «Даруй же рабу твоему сердце разумное, чтобы судить народ твой и различать, что добро и что зло, и кто может управлять этим многочисленным народом твоим». Посмотрите содержание молитвы. Вот у Соломона нету тысячи нужд. У него нету. Вот когда Бог ему говорит, «Соломон, что дать тебе?» Вот если бы Бог нам такое сказал. Мы бы, наверное, перечислили много. И свои нужды, и здоровье, и нужды наших детей, и нужды нашего огрода, нашего бизнеса, наших служений, наших соседей, нашей страны, города. Да, это очень правильно, как бы говорить Богу, открывать свои нужды. Но есть конкретика нужды. А Соломон говорит о конкретной одной нужде. Он не говорит о множестве, он говорит о конкретной одной нужде. Он говорит, «Даруйся работ твоему, сердце разумное, чтобы судить народ твой и различать, что добро и что зло. Но почему он об этом просит? Братья и сестры, здесь вот я для себя такую мысль взлёг. Соломон просит у Бога то, что определяет его жизненное предназначение. Он знает, он говорит, ты поставил раба своего, вот он говорит, я утрак малый, не знаю ни входа, ни выхода, но ты поставил царём. И поэтому у меня есть серьёзнейшая жизненная задача. И вот в ключе этой задачи я смотрю на свою жизнь, и я понимаю, как я нуждаюсь в Тебе, Божие, если бы не эта задача. Но эта задача очень важна. Он говорит, я поставлен царём. У меня такая величайшая ответственность. Дороже поэтому царю. Вот и он говорит, кто может управлять народом сим многочисленным? Дороже рабу твоему сердце разумное, чтобы судить народ твой, различать что добро и что зло. Ибо кто может управлять этим многочисленным народом? Братья и сёстры, я думаю, что вот второй принцип, он относится к пониманию Соломона, его личной жизни. Он понимал, что какой смысл его жизни. Он понимал главное предназначение жизни. Что смысл жизни не в том, чтобы у тебя в огороде всё правильно выросло. Смысл жизни не в том, чтобы у тебя машина не ломалась. Смысл жизни не в том, чтобы ты смог пенсию хорошую заработать. Смысл жизни не в том, чтобы выполнить Богом предназначенное тебе служение. Вот у каждого в жизни, человек у каждого есть предназначение от Бога. В каждой жизни есть смысл. И если я не нашёл жизненного смысла, если я просто живу как крот, который просто роется-роется в земле, это неправильный образ жизни. И у Соломона много разных задач. Он будет дом себе строить очень большой. Он будет храм строить очень большой. Он будет управлять многими-многими вопросами. Но Он говорит, Господи, есть то, что Ты определил, как смысл моей жизни, как задачу моей жизни. И у каждого из нас есть своя задача. И если даже немножечко опуститься ниже, вот от каких-то таких великих глобальных явлений, мы можем посмотреть на свои роли в жизни. Я отец, я муж, кто-то жена, кто-то мать, кто-то бабушка, кто-то служитель в церкви, пресвитер, кто-то дьякон, кто-то руководитель молодёжи, кто-то руководитель в детской группе. Это Божьи задачи для нашей жизни. Кто-то может увидеть своё назначение в молитвенном служении церкви. И вот когда мы смотрим на своё предназначение, что придёт момент, когда мы приступим перед Богом, перед которым будем давать отчёт за прожитую жизнь, за те доверенные Богом вопросы в нашей жизни. И мы должны понимать, что сами по себе мы не можем выполнить этого. Сама по себе не может женщина быть хорошей матерью и женой. Сам по себе не может мужчина быть хорошим отцом и мужем. И мы приходим к Богу и говорим, Господи, помоги, Ты поставил для меня определённую задачу. Ты поставил передо мной определённое назначение в жизни. Я должен выполнить это предназначение. Может быть, в семье, может быть, на работе, может быть, в церкви. Но я очень нуждаюсь, чтобы в этом направлении, в моём жизненном предназначении, Ты помог мне в том, что Ты потребуешь у меня отчёта. Я думаю, что именно это определило нужду Соломона. Он очень хотел угодить Богу. Он очень хотел, чтобы его служение, в его деле, в его миссии было выполнено на сто процентов. И он говорит, Ты поставил меня царём. Помоги мне, Ты. Помоги мне, Ты сделать так, чтобы было всё правильно. Братья и сёстры, а сколько у нас таких нужд? А сколько у нас таких задач в жизни? Открываем ли мы Богу эти задачи? И третий принцип жизни Соломона. Я так определил этот принцип, написал так. Это смиренный характер молитвы Соломона. Посмотрите, как Соломон говорит о себе. Седьмой и восьмой стих. И ныне, Господи, Боже мой, Ты поставил раба Твоего царём вместо Давида, отца моего, но я, и он говорит, отрок малый, не зная ни моего выхода, ни входа, и раб Твоего, среди народа Твоего, которого избрал Ты, народа столь многочисленного, что по множеству нельзя ни исчислить, ни обозреть. И дальше он говорит, дороже рабу Твоему, сердце разумное. Братья и сёстры, вот в этом мы можем заметить характер Соломона. Он приходит к Богу в глубоком смирении. И он не говорит о себе, я сын царя, я вот такой, вот я один достоился быть наследником царского престола. А что он говорит? Я раб Твой. И он говорит так, я отрок малый, не знаю ни моего выхода, ни входа. Я думаю, что очень часто мы в жизни думаем по-другому о себе. Мы замечаем, какие мы опытные, какие мы значимые, какие мы уже знающие дело люди. Мы знаем, как быть правильным отцом, как быть хорошим руководителем. Мы очень много в жизни можем знать. И поэтому это препятствует нам приходить к Богу с протянутой рукой и говорит Отец, дай, пожалуйста, мне мудрости, как матери. Дай мне мудрости, как отцу. Дай мне мудрости, как сыну. Дай мне мудрости, потому что я ничего сам по себе делать не могу. И вот Соломон именно с таким характером смиренной молитвы. Кстати, апостол, евангелист, вот Иаков, послание Иакова, которое мы читали, он там дальше говорит, Бог смиренным дает благодать, Бог гордым противится, смиренным дает благодать. Именно вот это доброе или правильное понимание своей жизни. Я должен быть смиренным человеком. Бог смиренным дает благодать. Вот почему Богу понравилась нужда Соломона. Вот почему Бог ответил на просьбу Соломона. Вот почему Бог благословил жизнь Соломона. Потому что Соломон понял, что к Богу нужно приходить на коленях в смиренном сердце и говорить, я малый, а ты великий, я нуждаюсь, а ты, Бог, богатый милостью. И Соломон подошел к Богу именно с этой, вот с этим характерным для него свойством. Я раб твой. И посмотрите, как закончилась эта молитва. И благоугодно было Господу, что Соломон просил этого. И сказал ему Бог, за то, что ты просил этого, и не просил себе долгой жизни. Братья и сестры, послушайте, вот как интересно. Оказывается, вот Бог, посмотрите, вот Бог сейчас говорит Соломону, и Бог, оказывается, тысячелетиями принимает от людей какие нужды. Бог знает, что люди просят долгой жизни. Не просил себе богатства, люди просят финансовых ресурсов, не просил себе душ врагов твоих, ну так скажем, безопасности, но просил себе разума, чтобы уметь судить, вот я сделаю по слову твоему, вот я даю тебе сердце мудрое и разумное, так что подобного не было прежде тебе, и после тебя не восстанет подобно тебе. И то, чего ты не просил, я даю тебе и богатство, и славу, так что не будет подобного тебе между царями в оседни твои, если будешь ходить путями мои, сохраняя уставы мои и заповеди мои, как ходил отец Твоя Давид, я продолжу и дни твои. Братья и сестры, оказывается, есть нужды, которые Богу нравятся, есть нужды, которые Бог постоянно принимает перед своим престолом, когда мы просим о нашей жизни, мы заболели, о наших финансах, когда у нас их не так много, может всегда не так много, когда мы просим о нашей безопасности, чтобы Бог сохранил нас от каких-то проблем, это Бог каждый день слышит, но посмотрите, как Богу было приятно услышать молитву, просьбу Соломона, даруй мне то, что мне очень нужно, чтобы выполнить волю Твою, которую Ты определил для меня в моей жизни, и все остальное написано, ищите, что прежде, прежде Царствия Божия, и все остальное приложится, и Бог стал прикладывать жизнь Соломона, и богатство, и славу, и во всем благословил его. Мы сейчас преклоним наши колени, и помолимся Богу. Да благословит нас Господь вот в нашей молитвенной жизни. Давайте не будем стесняться. Наверное, вот собрание, это тоже особые дни, когда Бог приходит на это место и говорит, проси, что дать тебе. И как часто мы молчим, как часто мы молчим, а Бог приходит для этого, Он приходит и говорит, проси, проси, как много у нас нужд. Давайте преклоним колени и в коротких молитвах обратимся к Богу. Аминь.